У кого хватит сил ругать эту очаровательную таксу? Ведь видно же, что она внесла свой посильный вклад в ремонт дома. Если ничего не стирать, то можно смело говорить гостям, что отдали сумасшедшие деньги за дизайн-проект. Нет, он не ел этот паштет, как вы могли такое подумать? А отвернулся он не от стыда, а от чувства ущемленной гордости. Посмотрите на этого пса и скажите честно, вы видите на его морде раскаяние или сожаление? По-моему, он страшно доволен собой и абсолютно уверен в том, что его никто не накажет. Привет, с вами канал Фактория! Это уже настоящее преступление по предварительному сговору. Это какая-то преступная группировка, а не щенки. Да, хозяин, это был отличный ботинок, натуральная кожа, да? Покупай такие еще, об них очень удобно чесать зубы. Кто лазил в мусорном ведре? Нет, он точно не лазил. Ну и что, что вещественное доказательство висит на шее? Это просто случайность. Что, вы потеряли какой-то багет? Ах, именно тот багет, что в данный момент у меня во рту? Да нет, вам наверняка показалось, это 100% неон. И вообще нечего развешивать свое белье по всей квартире. Ни в чем не повинные песики могут в нем случайно запутаться. Вы только посмотрите в эти честные печальные глаза. Ну неужели за них вы не можете простить какую-то несчастную старую антикварную вазу? Не стоит она того права слова. Ну давай, попробуй докажи, что это именно кот уронил лампу. Нет доказательств, нет обвинения. И судя по морде, кот отлично об этом осведомлен. У человека стали постоянно пропадать газеты с крыльца. В итоге он выследил коварного воришку и провожал его целых три квартала. А тот гордо нес свою добычу и даже не обращал внимания на слежку. Определенно утке должно быть очень стыдно за то, что она сделала лужу на полу. Как могли вы подумать такое на этого очаровательного щенка? Кажется, что расследование пропажи телефона будет очень коротким и результативным. Эти двое никак не могли выбраться в сад, чтобы стащить оттуда очередную тыкву, которую они используют в качестве мячика. Тогда они прыгнули на дверь одновременно, чисто случайно ее выбив. Так, что это у нас? Важные документы? Отличное место, чтобы вздремнуть. Не волнуйся, хозяин, теперь твои бумаги под надежной охраной. В доме стала постоянно пропадать помада, и никто не мог понять, что происходит, пока не обнаружили, что кошка слегка страдает клептоманией. Если скрыть последствия своего преступления нет никакой возможности, изображай несчастный случай, вдруг прокатит. Заподозрить, что кота нельзя оставлять наедине с блинами, следовало еще после первой фотографии. Тогда, вероятно, не пришлось бы делать вторую. Кошки не едят и не любят сладкое. Вы что, не знали? Вообще никогда не едят. Как вы могли подумать, что котик на такое способен? Наверняка у хозяев на верхней полке хранится все самое вкусное. Проверить, так ли это на самом деле, можно только уронив все на пол. Перед вами еще один котик, который сладкое совсем не любит, и булочками с корицей, лежащими на столе, совершенно не интересуется. Ну что ж, такой добычей вполне можно было бы гордиться, если бы этот ботинок не принадлежал соседу. Родители хвалили малыша за отличный аппетит и всегда чистые тарелки. Им и в голову не приходилось, что кто-то может помочь ребенку справиться с обедом, пока они не застукали кота вот в такой позе. Ну что, кто рискнет отобрать у него законную добычу в виде сосисок? Перед тем, как попытаться это сделать, нужно заранее попрощаться со своими пальцами. Такой малыш, а в душе уже настоящий рыбак. Этот котенок может сдавать вис на аквариуме в качестве норматива по физкультуре. Кто-то долгое время воровал с огорода соседей огурцы. Судя по виду этого босета, ему очень стыдно за свой поступок. Хотя у них всегда такой вид, будто им за что-то стыдно. В течение трех месяцев в доме пропали абсолютно все резинки для волос. Причина их исчезновения была крайне недовольна тем, что их нашли. Ведь теперь коту придется начать собирать тайник в другом месте. Ну и что, что это сумка хозяйки? Я просто проверял, что где лежит, и вдруг где-нибудь завалялось что-то вкусное или интересное. Хозяева дома уже начали подозревать полтергейст в постоянном исчезновении крышек от воды. Но оказалось, что у этого полтергейста есть четыре лапы, хвост и усы. Если у вас в доме никогда не было кошки, то вы никогда не узнаете такой проблемы, как сворованные в самый неподходящий момент ручки и карандаши. Похоже, у этой кошки были свои планы на ужин, и не вовремя появившиеся хозяева испортили весь сюрприз. Обычно у людей в диванах и кроватях заводятся клопы, но если у вас в доме есть кошка, то может завестись проблема покрупнее. Ну подумаешь, слегка разогнался. Ну подумаешь, не успел вовремя затормозить. И вообще, надо нормальные стены делать, а не из картона. Похоже, этот пес твердо уверен, что лежачих не бьют. А еще в том, что если прикинуться мертвым, то хозяин наверняка его не заметит. Если ребенок говорит, что его домашнее задание съела собака, не спешите обвинять его во лжи. Поверьте, такое бывает. Просто щеночку одному было грустно и одиноко в своей лежанке. Поэтому он принес к себе хозяйский ботинок, чтобы он составил ему компанию. Пицца? Какая пицца? Не было тут ничего, только пустая коробка. Вы, наверное, сами ее съели и забыли. Вы только посмотрите в эти честные глаза. В них нет ни малейшего намека на ложь. Конечно же, он никогда не ел никакую сметану. Парень три дня искал в квартире сбежавшего ежика. В итоге выяснилось, что он неплохо устроился даже без забот хозяина. В ветеринарных клиниках всегда царит особая атмосфера. Там как-то не принято думать плохое о пушистых пациентах, пока они случайно не попадутся на камеру. Извини, хозяин, я тут проверял, как ты собрал рюкзак. А потом еще обои как-то случайно сами оторвались. Давно пора делать ремонт. Вот смотришь на этого котика и без вопросов понимаешь, почему его заперли в клетку. Тут срочно нужна помощь квалифицированного экзорциста. Это ведь всего лишь старые журналы. Вы ведь не будете меня ругать, правда? Просто представьте, вы возвращаетесь вечером после работы домой с мыслями об отдыхе и ужине. А дома вас встречает... Встречает вот это. Никакими словами эмоций в этот момент не описать. Кажется, этому коту уже абсолютно все равно, что ему скажут и что с ним сделают. Он определенно чувствует себя хозяином жизни и его день явно удался. Семейная пара повесила кормушку для птиц, но никак не могли понять, почему в ней так быстро заканчивается корм, хотя птиц они так ни разу и не увидели. В итоге им удалось подловить момент, когда к ним приходит очень необычная и наглая птичка, которая моментально уничтожала весь корм. Вопрос. Сколько печенек может поместиться в одного хомяка? Ответ. Ровно столько, сколько их осталось в коробке. При этом сам хомячок займет все освободившееся пространство. Вот что могло понадобиться коту на полочке в ванной? Неужели там может быть что-то вкусное? Впрочем, не зря ведь существует поговорка о том, что любопытство сгубило кошку. Определенно, это самые милые следы на месте преступления, которые только можно было придумать. Похоже, эта кошка отлично совладала с офисной техникой, что заслуживает похвалы. Не все люди могут похвастаться такими талантами. Этот кот определенно любит свежую холодную проточную водичку. А где ее взять? Правильно, в морозильной камере холодильника. Только владельцы этого холодильника будут недоумевать, куда же девается вода. В общем так, ревизия туалетной бумаги проведена. Бумага хорошая, надо купить еще несколько упаковок. Ну кто, спрашивается, виноват, что электропровода так похожи на игрушки для кошек? Это идеальный бантик на веревочке. Как за это ругать котейку? На морде этого пса написана настоящая гордость. Еще бы! Вы только посмотрите, какого жуткого монстра он поймал и обезглавил. Ну и что, что этот монстр был чьей-то любимой игрушкой? Он выглядел подозрительно. Мне всегда казалось, что чудо в перьях выглядит как-то по-другому. Но теперь я точно знаю, что в толковом словаре напротив этого словосочетания нужно размещать именно эту фотографию. Ну да, это мячик. В смысле, это был мячик. Когда-то раньше, до того, как повстречался с этим милым песиком. А это сразу два чудо в перьях. Так сказать, продвинутая версия. Милоты ровно в два раза больше. И разрушений, соответственно, тоже. Обедать из обычной миски для такого высокоинтеллектуального кота это слишком банально. Поэтому он изволил сам достать себе новую упаковку корма. Что вы так смотрите? Думаете, что туалетная бумага нужна только людям? Кот просто пытался освоить правила гигиены. И, конечно же, он даже не думал с ней играть. Запереть самого себя в туалете это крайне обидно. А сколько раз ему говорили не беситься и не скакать по полкам. Вот сам виноват. Этот пес настоящий хозяйственник. Он не просто натаскал всякого хлама, а принес все на свое место, чтобы при необходимости точно знать, что и где лежит. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.